Ты там же работаешь, да? Там же работаешь, да. Молодец. Здравствуйте. Давно хотел вам вручить, это наш берегат, где вот у вас товарищи, да, 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 хотел вручить. Это года три назад уже, просто у меня не было возможности приехать сюда. Федерак Харисович, это вот где вы были. Да, 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 вот как раз. Ну нет, там уже обвалился, там уже каждый год обвалятся все эти места. Да, да, да. Спасибо, очень большое. Спасибо. Село Умбер находится на севере Ульянской области, на правом берегу междунареком Волгой Свияга, текущей в противоположном направлении. Волга спускается с севера на юг, Свияга поднимается с юга на север, потому что исток Свияги на 50 метров выше, такие Волги. Но где-то на севере впадает Суму-Волгу и возвращается ее в эту мягкую полевую, такие наши берега. Есть у нас Умберовские горы, так называемые. На самом деле, горами они являются просто огромное хаусское образование. Так как янтарь немного помладше нашего северцита, ему всего лишь около 80 миллионов лет, происхождение нашему северциту где-то 120 миллионов лет. Ну, в среднем. Из нашего северцита делают различные виды сувенирной продукции, в камнерезном искусстве используют. Также на территории Ульянской области есть еще один замечательный кольцик под названием Сингелит. Залежи этого кольцита находят в огромных количествах на территории Сингелеевского района, тоже нашей Ульянской области. И происхождение его немного иное. Вот в таких окаменевших стволах древних деревьев его находят. Если взять вот так поперек спилить, можно посчитать даже годичные кольца этого древнего дерева. Это хвойная, ему 120 миллионов лет. Ну, примерно так, по предположению наших ученых, скорее всего, это болотный кипарис. В Дивонский камнобольный и Пермский периоды в это время существовало первое море на нашей территории. И в этом море, так, мы знаем, что уже существовали какие-то земноводные кольчатые черви. Уже первые рыбы появились, первые растения водные. Ну, и вот даже уже морские ежи. По берегам этого водоема ходили первые предки динозавров. Это еще не динозавры. Снова какой-то период на нашей территории не было на водоеме. Было суши и слои, опять-таки, не накапливались. Ну, и Юрский, Меловой и начало палеогенного. В палеоцене появился еще один водоем. Ну, это морской пролив. Или его еще называют во многих источниках как русское древнее море. Тут уже, конечно же, существовали морские ящеры, более распространенные. Конечно же, уже и различные морские моллюски имелись. И вот все это выходит на поверхность в районе городищенского разреза, который является эталоном мировой геологии и палеонтологии юрского периода волжского яруса. Период – это не что иное, как соединение серы и железа. Ну, вот так прекрасен. В таком виде, в открытом он пробудет, радует нас своей красотой, где-то около 50 лет. Потом все это окисляется и превращается со временем вот в такую разновидность перита. Называют его железным колчеданом или же золотом дураков. Вот такое есть у него название в простонародье. Когда-то очень давно широко мошенники пользовались этой разновидностью перита и обманывали простых людей. Ну, знают, что желтые, знают, что блестит, красиво. И вот такой обман существовал. Все, что берет наша вода, минералы и органика, это происходит из горючих сланцев, из огромных слоев горючего сланца. Это не что иное, как окаменевший ил русского древнего моря, большинство слоев состоящие из водорослей, синизеленых водорослей. Ну и, конечно же, всей органики, которая когда-то проживала в этом древнем море. Но слои вот этих горючего сланца, они на нашей территории закрыты слоями глины. Но вода, которая у нас минеральная, растекает, попадает в эти слои в районе Щучьегор. Это на территории Татарстана, республики Татарстан, неподалеку от нас, где-то около 70 километров от нас. Там вот эти горючие слои выходят как будто кругом на поверхность. И осадки, талые воды, все, что вот с поверхности вода затекает в них, фильтруясь, проходит по этим слоям и выходит уже на нашей территории полностью очищенными и еще обогащенными вот этими минеральными и органическими веществами. И вот все, что мы находим на берегу нашей Волги, вот эти вот чертовы пальцы, как их называют, так же простонародие, название которым дано было еще тысячи-тысячи лет назад, даже до нашей эры уже название появилось. Просто люди древние, которые проживали на нашей территории, все, что не понимали и не знали, что это такое, называли чертовым. А так как это похоже на пальчик, так и получилось, чертов палец. И до сих пор, опять-таки, это древнее название живет. Но на самом деле это вот ростер древнего белемнита или древнего кальмара. Внутри этого белемнита можно увидеть такой полосатый конус. Это не что иное, как фрагмакон или же воздушная камера белемнита, с помощью которой он регулировал свое положение морской толщины. То есть, ну, постоянно практически находился вот так, так его и прозвали, головоногая. Поэтому, как поплавок мог всплыть на поверхность и также погрузиться на большие глубины, закачав вот в эту воздушную камеру воду, став тяжелее просто. Посмотрите, какие прекрасные извилистые стенки. Вот просто взяли, сняли всю верхнюю часть раковины аммонита, обнажили вот эти вот места прикрепления стенок к внешней раковине. Ну, просто удивительный рисунок природный, получасная природа, только могла создать такую красоту. Перед вами еще один замечательный моллюск, древний моллюск морской, но доживший до наших дней. Это наутилусы. Также может погрузиться на огромные глубины, до 400 метров в глубину. Спил раковины наутилуса. Большая комната, это жилая комната этого моллюска. Ну и, конечно же, перед вами также открыты воздушные комнатки, с помощью которых он также регулировал свое положение, регулирует положение морской толщины. Но проживает в акватории Тихого океана в большинстве до сих пор на нашей планете. Это уже древние представители, около 120 миллионов лет назад они обитали. Это наши представители. Вот этот аммонит был найден в Дагестане. Это республика Адыгея. И перед вами карта древнего Росского моря. Точнее, это не море, как я уже сказала, это морской пролив. Он не был полностью окружен сушей. И вот морской пролив между двумя океанами. Это Южный Тетис и Северо-Ледовитый океан. И вот, посмотрите, Ульяновская область находится посредине этого древнего моря. Простиралось оно примерно от территории современной Москвы до территории современных Уральских гор. На тот момент оно еще не существовало. Хотя свои берега, очертания берегов, ну, за столь долгое время жизни, от 170 до 65 примерно миллионов лет, это древнее море меняло несколько раз. Но этот макет был сделан с настоящего слепка, то есть слепки, простите, с настоящего скелета, еще одного подвида с Мазавровых. Подвид назвали Горшкове в честь охотника, который его нашел, Горшкова Михаила Александровича, нашего председателя правления завода минеральной воды Волжан. Вот он обнаружил его в 97-м году, и наши ученые выехали, раскопали, изучили этот вид. Но сам скелет находится, конечно, на обработке. Порой препарация вот этих всех пленотологических находок доходит до нескольких десятков лет. Часть скелетического кольца дошла на нас в коммерческом виде, роговица его глаза настоящая, и у этого подвида имелось 4 ноздри. Для чего ему это нужно было, не знает никто. Но ученые пока очень долго спорят, но полностью не выяснили. Именно этот подвид, подвид Ленинги, у нас он был в честь Ленинского мемориала, который располагается в нашем городе Ульяновске. Ну и вот 120 миллионов лет назад этот подвид прекрасно чувствовал себя в водах нашего русского моря, так называемый Апский. Достигал до 6 метров в длину вот этот ихтиозавр, а этот более мелкий ихтиозавр, достигавший до 3 метров. Каждый год в нашем местном ДШИ, то есть в детской школе искусств и совместно с нашим музеем проводится конкурс, он до разаврик называется. В этом году снова будет этот конкурс, состоится под счет голосов где-то в ноябре месяце этого года. Ну и вот победители также будут выставлены у нас для всеобщего обозрения. Нету.